Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир. В душе каждого огородника есть нестребимый дух коллекционирования. Кто-то собирает сарпатоматов, кто-то сладкого перца, а многие страстно любят жгучий кустарниковый перец и высаживают его не только во выражайные грядки щедрые, но и конечно же выращивают в горшках, занося их домой, любуюсь ими в течение всего межсезонья, украшая кухню, столовую, поскольку острый кустарный перец по сравнению с обычными сладкими более компактной формы и лучше переносит пересадку, перенос из одних условий в другие. Некоторые садоводы-огородники собрали в своих руках обширной коллекции острого перца и мы каждый сезон показываем какие-то новиночки, но есть перчик, который не купишь просто при лавке магазина, выбирая семена. Такие семена можно заказать либо в интернет-магазинах, которые специализируются на этом, либо из частных рук коллекционера. Вот сегодня хочу вам рассказать о двух удивительных, красивых, урожайных, неприхотливых острых перца. Это жемчужина острого Таити и лимонная капля от интернет-магазина Малиник. Свои перчики от интернет-магазина Малиник.ру я традиционно выращивала, как и другие острые перцы, с контейнерным огородом. В этом деле мне помогала дочь, поэтому я всегда говорю, если вы видите у меня в кадре что-то вот в таких больших лоханях 45-90 литров, значит это все выращено руками детей и подростков на моем участке, поскольку я контейнерный огород отдаю им на уход, на откуда, как говорится, на весь сезон. Посмотрите, перчики я формирую в виде букетной посадки. Мы об этом говорили уже на протяжении нескольких сезонов. Так красиво, так удобно, эргономично и сразу собирать урожай можно с нескольких сортов либо гибридов. Вот посмотрите, перец черный, жемчужный острого Таити бросается сразу в глаза. Его не пропустишь ни даже в букетной посадке, ни в моно посадках на грядке. Он сразу выделяется своим внешним видом, посмотреть какая темно окрашенная антоциановая листва. По сравнению с другими зелено окрашенными перчиками, имеется ввиду по вегетативной части, это настоящий цветовой акцент. Поэтому его можно выращивать не только на грядке, не только в тепличке, не только в контейнерных посадках, но и конечно же даже поместив в цветнике. Этот перец настоящее произведение искусства, ведь природа лучший художник, а селекционеры помогают нам выбирать самые красивые сорта и гибриды для украшения наших грядок. Ведь такой перчик может конкурировать даже с цветами, находясь в цветнике, как я уже сказала ранее. Чем хорош этот перец? Он достаточно компактный, до 50 сантиметров может вырастать, поэтому уберется даже в горшке на подоконнике, либо лоджии, либо балконе. Поэтому, если у вас нет огорода, не отчаивайтесь. Жемчужную острого, черную жемчужную острого Таити можно вырастить даже в домашних условиях, спокойно получая урожай, скажем так, в таких непривычных условиях. У него чрезвычайно глянцевые, красивые листва, темного цвета, а сами плоды это настоящая трансформация. В технической спелости, когда они не только-только завязываются и наливаются, они вот такие и сине-черного цвета, словно глаз ворона. Потом постепенно, переходя в биологическую спелость, они окрашиваются в немного такой коричневатый оттенок, словно шоколадный. Вот здесь вот на этом кусту, вот посмотрите, хорошо видно, что он немного изменился от и сине-черного цвета до темно-темно-глубокого коричневого. И потом постепенно наливаются ярко-красно-бордовым цветом. Вот такой перчик готов полностью уже для приема в пищу. При небольших размерах, в диаметре от сантиметра до полутора, в зависимости от степени налива, перчик очень острый. По шкале скоила от 30 до 60 тысяч. Одной такой перчинки в маринаде хватит на трехлитровую банку, поэтому осторожно. Небольшой размер полностью, как говорится, компенсирует его вкусовые свойства. Вкус у него, если вы расчувствуете его за остротой, немного такой фруктовый, насыщенный, толщина стеночки до двух миллиметров. И самое главное, что кроме красоты, перчик чрезвычайно урожайный. В плоды формируются в виде вот такого букетика на конце побегов, а побегов очень много. Куст формирует шарообразную форму. Здесь я ему воли не давала, поскольку у меня по три саженца на 45 литров объема, мне пришлось часть побегов удали для того, чтобы он не забил все остальные перчики. Хочу сказать, что этот перец очень неприхотливый. Выращивала я его через рассаду. Вместе с вами мы ее сеяли в наших предыдущих выпусках вместе с другими острыми перчиками. Дважды переваливала в контейнер сначала 200-миллилитровый. Это стаканчики обычные пищевые для пищевых напитков, потом полулитровый. В них они уже уезжали непосредственно под пересадку в контейнер 45 литров. Посадку мы вам тоже показывали. Под корень давали комплекс удобрения, костную муку, перчик. Это прожорливая культура, в том числе и острый. Поэтому для того, чтобы вот такая красота выросла, ему тоже потребуются подкормки, как и сладкую перчику. В емкости не забывайте про полив. Ком почвенный быстрее сушается, поскольку перчик черный, жемчужный острый у Таити формирует пышный куст, и он тоже испаряет влагу, поэтому поливайте его по мере необходимости. И давайте перейдем к следующему красавцу в этой же самой емкости. Вот наш второй красавец. Это лимонная капля. Острый кустарниковый перец, который я выращивал вместе с черной жемчужной острого Таити из ассортимента интернет-магазина Malinik.ru. Название говорящее – яркое желтое солнышко в контейнере с моими посадками. Куст достаточно раскидистый, с хорошим боковым ветвлением. Посмотреть, сколько побегов он настрелял, и весь сплошь усыпан вот такими ярко-желтыми, слегка удлиненными, паниклами плодами. Почему паниклами? Они от плодоножки, от побега устремлены вниз, словно сосульчика, в отличие от черной жемчужины остротонити, который вверх гордо поднимает свои плодики, устремляя их к солнцу и свету. Растение чрезвычайно светолюбиво. Чем ярче солнце, тем острее плоды. Плодов формируют множество. Длиной они в среднем 6-7 см, очень привлекательной, красивой формы. Если вы будете его заготавливать в уксисе, в масле, в баночку, смотрятся они очень декоративно, не только на кусту, но в том числе и в заготовках. Одну перчинку добавьте к маринадам, и ваши блюда приобретут изысканный остренький вкус, с гаммой, как говорится, вкусовых ноток. Лимонная капля не зря названа лимонной. После вкуса у этого перчика именно лимонный, цитрусовый такой привкус. А жемчужный остротонити дает дынный аромат, когда вы уже подойдете от острого жгучего, скажем так, вкуса, потом расчувствуете вот такие нежные дынные вкусовые нотки. Чем хорош еще этот перчик? Он средеспелый. На 120-130 день вы получите вот такое обилие плодов. Честно говоря, тоже никаких выкрутасов ни в рассаде, ни при выращивании он нам не выделывал. Рос спокойно в защищенном грунте. У меня тепличка, помните, которую мы вместе с вами установили в прямом эфире на моей дренажной канаве, и вот там контейнерный огород у дочки весь и был сосредоточен. Сейчас я свои растения подготавливаю постепенно к переносу в нашу съемочную студию. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно их обработать обязательно фунгицидом для профилактики заболеваний, потому что будет смена обстановки, смена влажности, освещения. И, конечно же, для профилактики от скрытых от нашего глаза вредителей тоже обработку инсекцида нужно провести. И, конечно же, в прикорневой зоне, посмотрите, перчики сформировали мощные побеги, мощную листву, мощный урожай. Поэтому, конечно, запас питания в емкости исчерпывается. Кроме подкормки по листу, сейчас перед переносом в более благоприятные условия с предстоящим карантином нужно внести удобрения. Буду использовать гранулированные в прикорневую зону по рекомендации производительной упаковки. И, конечно же, подсыплю 10-15 см вкусного плодородного грунта. Буду использовать готовые. У меня это горобалов, как всегда, для контейнерных посадок. И буду обильно поливать. Сейчас растениям нужно создать условия для миграции, успешные для того, чтобы при смене температуры и влажности, особенно это происходит, когда мы до последнего растения держим в теплице, а потом резко переносим в квартиру, держим включено центральное отопление. Растения что делают? Очень сразу быстро отсушивают лист. Многие пугаются, растения выбрасывают. Не делать этого ни в коем случае. Лимонная капля, она генетически приспособлена, так же, как черная жемчужина остро-тоите, для контейнерного выращивания. Поэтому, несмотря даже на такие раскидистые формы, предоставьте ей питание, свежий грунт, если вы ее пересаживаете в горшок. И, конечно же, обязательно поливайте. Перчик острой-кустарниковый – это многолетняя культура. Поэтому, если часть листва у нас потеряла, снимите урожай для того, чтобы облечить состояние растению. И терпеливо ждите. Досвечивайте в холодное время года, часиков 10. И тогда у вас обрастет растение новой листвой. Это если вы неумело его перенесли. И, таким образом, даст новый цветень, новый урожай и новые побеги. Дорогие наши зрители, я уже в начале программы упомянула, что семена перца, лимонная капля и черная жемчужина остро-тоите я заказывала в интернет-магазине malinik.ru. Поэтому, если вы формируете кейс семян для посадок следующего сезона, перейдите по ссылочке, которую мы вам указываем в описании к нашему видео. И посмотрите, что в удобном каталоге есть подраздел «острый перчик». Вы туда заходите и видите большое разнообразие красивых, уникальных сортов, таких же урожайных. Выбирайте на свой вкус и обратите внимание, сейчас приятные скидки, акции, коллекция, точнее ассортимент пополняется по мере сбора урожая семян. Поэтому вы обязательно мониторьте позиции. Они добавляются. Плюс, если вы формируете заказ, есть еще бесплатные очень красивые урожайные сорта не только перцев, но и других культур, которые менеджеры магазина обязательно положат вам в корзиночку, которые вы выберете сами из каталога. Они так и будут подписаны. Подарок. И еще хочу вам сказать, что когда вы будете изучать ассортимент каталога линейк.ру магазина, то вы увидите, что вам будет всплывать окошечко бесплатная круглосуточная консультация агронома. Вы задаете вопрос и квалифицированный ответ не заставит себя долго ждать. Ну что, мои дорогие, красивые, вкусные, урожайные, а самое главное, полезные перцы, особенно вперед простудных заболеваний, которые скоро накроют нас уже с коренным, скажем так, началом осени, помогут нам пережить осеннюю хандру, поскольку острые, скажем так, нотки в блюдах, они стимулируют и пищеварение, поднимают настроение и улучшают кровообращение, что очень важно, особенно в осенний и зимний период. Красивого вам и здорового урожая, обильного на следующий сезон. Ну а мы стараемся показать вам новиночки, которые вы можете использовать уже в дальнейшем для уращения на ваших урожайных грядках.